Библейский портал экзегет.ру представляет Тринадцатая глава книги-судей или книги-вождей, как я называю в своем переводе. Ну и вот с этой главы начинается самая интересная часть этой книги. До сих пор у нас тут были всякие разные вожди, которые по-разному себя вели. И даже не хочу вспоминать о том, какие безобразия они вытворяли. А тут у нас появляется другой герой. Безобразия, впрочем, тоже будут, но, по крайней мере, не они тут будут главным. Его история рассказана долго и подробно. Пожалуй, с такой подробностью мало, какие истории рассказаны в Ветхом Завете. В целом, начиная с момента его даже не рождения, а зачатия. Почему это важно? Ну, давайте начнем и потом задумаемся о том, почему история зачатия важна. Потому что, казалось бы, каждый рожденный человек когда-то был зачат. И что в этом такого особенного? Вновь стали сына Израиля вытворить зло пред Господом, и Господь предал их в руки филистимлян на 40 лет. Я напомню, что это, собственно говоря, основной рефрен. Книги судей, что вот такие вещи происходят, появляется потом судья. Но обычно это бывает как? Вот ангел обращается к кому-то и говорит, иди на войну с там мадионитянами, аммонитянами и так далее. И все будет хорошо. А здесь немножко другая стратегия. Был тогда в цоре один человек из племени Дана, имя ему Маноах. Жена его не могла зачать, так что они оставались бездетными. Однажды ангел Господень явился этой женщине и возвестил ей. Ты не могла зачать, а была бездетна. Но теперь ты зачнешь и родишь сына. Смотри, не пей ни вина, ни пива, ни ешь ничего нечистого. И так ты зачнешь и родишь сына. Да не коснется его головы бритва. Ибо мальчик с рождения будет Назареем Божьим. Это он положит начало избавлению Израиля от филистимлян. Ну, во-первых, надо пояснить, что это за правило. Не пить спиртного, не есть нечистого. И, ну это более-менее можно понять, особенно беременной женщине. И не брить мальчика. Волосы, в принципе, брили. Стричься особо не умели. А вот бритвы были, то есть сбривали наголо, чтобы могли отрасти, если нужно. Или ножом обрезали, допустим, длинные. С самого начала он посвящен Богу Назареи. Это такой особый обед, который давался, похож на монашество, хотя давался обычно на некоторое время, мог и на всю жизнь. И, соответственно, Назарей, он, в частности, не пил спиртного, вообще ничего связанного с виноградом не ел. И не стригся. То есть этот ребенок будет еще до зачатия определено, он будет Назареем, он будет таким посвященным. Именно он спасет от филистимлян. Интересно, то есть ждать ведь придется, пока мальчик родится, вырастет, он еще даже не зачат. Вот мы все время видим, как повторяется, повторяется, повторяется эта история. Вот в предыдущей главе мы читали о том, что Господь сказал, что вы молитесь другим богам, к ним иступайте. И вот здесь тоже как бы, чтобы разорвать этот порочный круг, все плохо, враги напали, мы воззвали к Богу, Бог нас избавил, и мы опять начали грешить, и опять все плохо, Господь как бы пытается разорвать его изнутри. И вот, например, чтобы это самое филистимское угнетение продолжалось достаточно долго. Женщина пошла к своему мужу, рассказала ему, «Приходил ко мне человек Божий, великолепен был его вид, как у ангела Божьего». Интересно, что так прямо ангелы сказано, а она даже не была уверена, что это ангел, да? «Я не спрашивала его, откуда он, и имени своего мне не поведал. Он только сказал мне, ты зачнешь и родишь сына, так что не пей вина и не ешь ничего нечистого, ибо мальчик будет на зареем Божьим с рождения и до самой смерти». Аманова, мужик, обратился к Господу с такой молитвой, «Прошу тебя, Господи, пусть тот человек Божий, которого ты посылал, вновь придет к нам и научит нас, как поступать нам с мальчиком, когда он родится». Вот интересно, мы обычно со своими детьми знаем, как поступать. Это, правда, у них, ну, по крайней мере, у жены женщины, не названный первый ребенок. Но все равно как-то мы находимся, находим варианты. А тут вот очевидно, что эти люди думают, что вот такой особенный ребенок, у него и судьба должна быть какая-то особенная. «Бог услышал просьбу Моноха, и Ангел Божий вновь пришел к женщине, когда она находилась в поле, а мужа при ней не было. Женщина спешно отправилась к мужу и сообщила ему, «Ко мне велся человек, приходивший прежде». Вот она хочет уже мужа привезти, с ним все вместе на семейном совете обсудить, семейный совет с Ангелом. Монох встал и пошел вслед за женой. Он подошел к гостю и спросил его, «Ты ли прежде говорил с моей женой?» И тут ответил «Я». Монох сказал, «Если исполнится твое слово, что ты повелишь относительно мальчика, как нам поступать?» Ангел Господний ответил Моноху, «Пусть она задерживается от всего, что я ей назвал, не ест ничего, что содержит виноград, не пьет вина и пиво, не ест ничего нечистого. Пусть она исполнит мое повеление». Собственно говоря, мы думали, он будет давать совет, как воспитывать, как чему учить. Чисто ритуальные требования, больше ничего. Остальное, ну, само получится. Монох ответил Ангелу Господню, «Прошу тебя, останься с нами, а мы приготовим тебе козленка». Но Ангел сказал Моноху, «Хотя бы я и остался с тобой, но есть твою еду я не стану, а вот с сожжением Господа его ты можешь совершить». Не знал Монох, что ты был Ангел Господень. Тогда Монох спросил Ангела Господня, «Как твое имя?» «Когда сбудется твое слово, мы прославим тебя». Но Ангел Господень ответил ему, «К чему тебе знать мое имя? Оно таинственно». Вот Ангел не человек. Эта пара упорно видит в нем всего лишь человека, хочет накормить, напоить, угостить, вполне понятно, и спрашивает об имени. Вот люди живут своей обычной земной жизнью, в эту жизнь вторгается что-то сверхъестественное, и их жизнь навсегда меняется, но они это воспринимают сначала очень по-простому, по-земному. Монох взял козленка и хлебное приношение и принес их в жертву Господу на камне. И произошло чудо, которое видели только Монох и его жена. Все-таки жертва Господа, ведь ангел не для себя и не от себя, он оттуда свыше. Когда на жертвеннике разгорелся огонь, то в этом огне поднялся к небу ангел Господень. Не видим теперь стал ангел для Моноха и его жены. Так Монох понял, что это был Господень ангел. Монох сказал своей жене, «Нас ждет смерть, ведь мы видели Бога». Но жена ответила ему, «Если бы Господь пожелал нас умертвить, то не принял бы от нас жертвы и хлебного приношения, не сказал бы нам ничего такого, не дал ничего подобного услышать». Представление достаточно распространенное в Ветхом Завете, что нельзя увидеть Бога и остаться в живых. Это вот выход в какую-то иную реальность. В земной реальности человека после этого не будет. И поэтому люди, которые видят ангела, они нуждаются вот в этом каком-то особом ободрении, утешении, уточнении. Жена Моноха в свое время родила сына, назвала его Самсоном. Господь благословил его. Дух Господень начал действовать в Самсоне, когда он был в лагере Дана между Цорой и Эштаолом. Дан – это одно из племен Израиля. Ну и, соответственно, про Самсона почти ничего не сказано про его детство. Да ничего, на самом деле, не сказано. Но сказано подробно про историю его рождения. То есть, что ребенок отмечен прежде своего рождения. И, ну вот, он специальный ребенок. У него есть некоторая особая миссия. Почему надо ждать, пока он вырастет? Трудно сказать, но, может быть, глядя на все те безобразия, которые вытворяли предыдущие вожди Израиля, мы можем сказать, вот, наконец, должен быть такой вождь Израиля, который изначально чист, в котором, ну, все-таки что-то другое, про которого сразу узнают, что он особенный. И удалось ли ему стать особенным. Ну вот, об этом следующая глава. И 14-й прочитаем в другой раз.